Мы проводили это исследование в трёх городах – Полтава, Запорожье и Днепро. И в том числе мы включали беженцев, которые находятся в этих городах, в специальных местах или находятся среди жителей городов. И наша задача была посмотреть, насколько для этих граждан, насколько они взвешивают между собой дилеммы войны и мира. Потому что, к сожалению, во многих исследованиях, которые сейчас показывают, проведённые в Украине, задавались очень прямые вопросы. Вы поддерживаете победу, да. Вы верите в победу, да. Мы должны защищать жизни, да. То есть, когда людям задают прямой вопрос, они все говорят, естественно, да. В этом случае мы получили очень разнообразные ответы, очень необычные ответы, которые не отражались в других исследованиях. Опять же, потому что задавались прямые патриотические вопросы. Но, понимая дилеммы войны, мы увидели, что большинство людей говорили о том, что да, сохранить жизнь важнее, чем защищать полную территорию, вернуть все территории. Люди говорили, да. Мы считаем, что защищать наших молодых парней от убийства гораздо важнее, чем идти к победе любым путём. И большинство, что мы заметили, мы даже специально сделали статистический анализ этого, люди, которые более были связаны с войной, которые были наиболее... получили или ранения, или люди, которые были переселены из-за войны. Они более поддерживают идеи защиты жизни, больше подчеркивают идеи защиты молодых парней, чем те, которые не были связаны с военными действиями или испытали эти военные действия на себе. Но был очень интересный один момент, что те люди, у которых родные, близкие были убиты, или члены их семьи были убиты, в этом случае для этих людей защита территории являлась очень важной, потому что для них это являлось целью, идеей, почему их родные убили, мы должны защитить территорию. То есть очень сложные ответы на вопросы, но большинство наших исследований, 56% наших респондентов сказали, они хотят мир в первую очередь. И затем 33% была территория целостности, затем 30% была независимость и так далее. Как можно интерпретировать эти данные с точки зрения перспектив некоего урегулирования? Учитывая, что президент Зеленский и другие руководители Украины говорят, что нам нужна только победа. Это очень хороший вопрос и очень важный вопрос. Два ответа взаимосвязанных на этот вопрос. Первый ответ связанный с тем, как мы понимаем мир и мирные переговоры. К сожалению, мир воспринимается как поражение или как сдача каких-то территорий. Процесс миротворчества, процесс создания миротворческого соглашения – это очень сложный процесс, который включает в себя очень много специальных задач. И он не означает, что люди, которые включены в него, должны сдать территории или согласиться на какие-то меньшие условия. Наоборот, создание мира – это наоборот дает больше сил и тем, кто включен в этот процесс. Поэтому, когда люди говорят о процессе миротворчества, как о очень простом понимании его как сдачи, как против того, что мы выиграем. В этом случае, конечно, если мы говорим, что мы победим или пойдем на мир, я абсолютно понимаю позицию Зеленского и позицию всех украинских граждан о том, насколько важно победить в этой войне, победить, защитить территорию, суверенность этой страны. Но мир может привести точно такие же условия. И даже президент Вайден, который говорит постоянно о победе, он, тем не менее, я четко заявил, что ни один конфликт не был разрешен без мирного соглашения. Наша задача – предупредить заранее, какие идеи для мирного соглашения, что важно, что заключает возможность для мирного соглашения на будущее подготовить. Институт мира тоже сделал очень интересную маленькую статью о том, что мы должны готовить Украину к мирному соглашению. Можно ли что-либо сказать о настроениях людей, которые сейчас находятся на территориях, занятых российскими военными? Оставим сейчас в стороне военную составляющую. Если эти территории останутся под российским контролем, насколько легко или сложно будет оппационным войскам управлять ими? Во-первых, в нашем исследовании был вопрос, если территории останутся под контролем России, захотите ли вы вернуться? И большинство, подавляющее большинство сказали, нет, мы не вернемся. И точно так же мы четко видим, Донецк, Донбасс, 8 лет войны, мы видели точно так же, что люди не были готовы. Те, кто мог уехать, все практически уехали, не готовы работать с ними. И существует огромное количество информации о том, как люди в подконтрольных территориях России сопротивляются. Конечно, невозможно, представьте, то же самое нацистская оккупация, очень трудно сопротивляться, потому что люди тут же будут наказаны. Но, тем не менее, однозначно, Россия не сможет легко управлять. Они меняют сейчас много данных о том, что Россия запрещает украинский язык, меняет названия, меняет надписи на улицах. Несмотря на эти экономические давления, которые существуют там, я практически уверена, что население Украины не позволит России спокойно управлять этими территориями. Они постоянно будут иметь очень большие проблемы с этим. Я не думаю, что Россия полностью понимает, насколько сложно будет это.